он такой домашний правда такой классный прям хочется его вот такой арбузик 10 долларов суши уже и цены не очень дешевые осень сезон капусты покупаем капусту я видела магазине он 100 долларов стоит а звезли о больше чем 10 сегодня приглашаем вас на американский рынок если вам интересно оставайтесь с нами простонародье называют рандаза сюда на закупку овощей и фруктов очень часто приезжают из китайских индийских арабских ресторанов это не фермерский рынок в первом закрепленном комментарии я ставлю ссылочку на видео в котором мы рассказываем показываем американский фермерский рынок конечно главная поставка это американская продукция но здесь очень много фруктов и овощей привезенных из других стран и в плантации за рубежом ланда китая африки мексики индии 599 и сушеный перец чай ахмат друзья вы на канале интересный лайф с вами наташа юра детройта и сегодня мы на американском рынке у нас есть видео где мы снимали фермерский рынок там совсем другие цены намного дороже но а здесь вы можете найти продукты по очень дешевой цене ведь можно даже за 2 доллара купите ящик вообще вот такой арбузик 10 долларов суши уже и цены не очень дешевые тыква 599 49 маленькие тыквы пай пампкинс на пирог белые 49 центов и декоративные смотрите какие классные эти 69 центов ну а вот здесь ящик помидоров стоит 2 доллара и фурма также дешевле такой магазин такой есть да возьмем его почищенный да уже удобно 4 доллара берем чищенный чеснок обычно один к числок стоит 2 доллара или 1 доллар а это да пин костер это островки но они такие вкусные и бин спраут хорошая посоль вот даже колбаски есть разные 699 американские ну что берем остров сколько 4 ну и конечно есть jackfruit 12 долларов одна четвертая часть же фрукта колобаза слайсит доллар 49 и арбузики по половинке разрезанные также можно взять если вам не нужен целый арбуз какие есть грибочки есть островки кинг есть маленький кин костер есть анклер если афут машин щи мэджи есть белые коричневые 99 центов пакет майтаки 299 пакет есть конечно классические шампиньоны есть портабелло они очень классные 399 это корзиночка и щитаки есть 349 99 цента возьмем вайт и браун а также все афут наберем много грибов также есть пироги конечно орехами пеканы яблочные тыквенные пончики 549 картошка 379 но здесь 5 лб а у нас продают 2 лб 3 лб продают мелкая она ну да возьмем один пакет возьмем вот это возьмем ела патейтов и возьмем на дыруны конечно ай да да ну большой пакет нужно до 489 суши а цены уже как в магазине юра нет ничего дешевле вот так хотели вам показать дешевый американский рынок но это все было давным-давно мы здесь не были наверное сколько лет но 5 точно да и конечно сравниваем цены которые были 5 лет назад ах такие смешные это мичиганская картошка 379 она очень хорошая вот возьмем ее нужно есть свою картошку до если нет возможности купить тамбовскую покупали мичиганскую берем мичиганскую три мешка картошки набрали вот заехали на рынок а вот как сушь арахис вот смотрите как просушивает арахис здесь печка очищают и сушат 99 центов 50 по килограмму 59 центов мешок смотри сколько стоит какая видали аня свит сладкий юра не любит такой какой классный вот как я люблю такой лучок ага берем 249 хорошая цена на улице так или ничего возьми еще вот красный лиц а два и этот один сладкий на природу будет два красных от отдельных пакет и положить возьмем два красных 79 центов за пол килограмма и возьмем один ну красавец какой не знаю лук или юра самой красавица вот как бы долго остановились лук выбирать ну что друзья осень сезон капусты покупаем капусту будем платить берем берем капусты много стоит 49 центов за пол килограмма ну и возьмем красный 49 центов так же стоит огурцы 299 лб слушай цены как в магазине набираем огурцов и 69 центов домашний этих возьмем немножко я этих домашний возьмем зелень на по пекинская капуста вот здесь она дешевле всего доллар 29 также возьмем наку чай доллар 29 89 даже не знаю всю зелень которая здесь есть строчковая фасоль и черная и зеленая американцы очень много готовят зелени юра набирает огурцы здесь очень много разной зелени я даже не знаю всех названий нашей славянской конечно кухни очень мы редко используем зелень суп и конечно готовить салаты а вот восточная кухня африканская кухня они используют зелени очень много китайская кухня поэтому здесь очень очень много разной зелени армяне очень любят использовать много зелени ну а у нас капуста квашеная поэтому мы набрали много капусты сейчас это возьмем такое интересненькое посмотрим что здесь есть и сколько стоит чаще нужно перец купить перчик домашний вы смотрите какой я соскучилась за таким 4 на 1 доллар а перец желтый оранжевый 99 центов за пол килограмма наберем вот этого домашнего капуста 249 как в магазине и брокколи возьми доллар 90 день и что здесь шпинат $99 ну и брюссельская капуста $69 2.99 стоит лоточек с кукурузой 3 кукурузы нужно перец набрать еще калории 99 центов он такой домашний правда такой классный прям хочется его и есть возможность как на рынке выбрать какой хочешь но конечно прицениваться не будешь покупаешь по той цене которая здесь есть что еще и сладная капуста $99 если свеклы доллар 99 свекла возьмем салат бошь варить и лук-порей мята укроп редис петрушка очень много разной зелени кейл салатный курнип листья редиски листья репы доллар 19 и листья горчицы ну а здесь африканская еда смотрите лонг бинс длинный фасоль стручковой чайник китайские баклажаны 2,29 здесь все одинаковая цена 2,29 я буду показывать только что есть а это индийские огурцы называют их мог юа ну и конечно же джинджер наберем джинджером и разные кореняшки чего только нету а что это такое по одному продают сквэш чуоти сквэш джинджера нужно взять 6 или 7 хороших кореняшек таких таких вот таких хороших свеженьких и тима как репа наша это не репа корень юка я уже говорила про него эдос и кока малагна маланга а это турмерик это джинджер и турмерик взяли колобаза тыквочку будем запекать ее будем запекать в ней рис готовить будем в ней рис да это будет где-то 10 долларов кабачки тыквочки рутабагос я половину здесь корней не знаю редис баклажанчики и смотрите сколько разных видов перца конечно магазине есть но такого разнообразия нету очень люблю вот этот перец халапеньо горячий перчик здесь также горячий перчик возьмем несколько штучек ну и как рынок без цветов конечно есть цветы вот кейл декоративный 399 и вот такие красивые на улицу о какие классненькие 1699 17 долларов таких вот смотрите красивых горшочках мичиган мамс 499 цветы очень классные смотрите супер просто 499 а здесь какие классненькие большие такие горшочки а вот те таких деревянные горшочках стоит 17 долларов а такие же большие только таких пластиковых горшочках стоит 13 долларов и что еще продают ну конечно солому солому кукурузные снопы 299 и 850 вот такая большая вязка соломы это декорация на осень сушеные бананы 49 центов бананы так идем на фрукты здесь конечно фруктов разнообразие также очень большое сливы всех видов а вот смотри чернослив возьмем пакетик возьмем пакетик мяки сильно до доллар семьдесят девять и белые персики абрикосы также доллар семьдесят девять а и и не нет это да и и ты и получается 2 доллара Вот вам я, американский рынок. Целый ряд разного винограда. 2,69 за полкило. Котон кэнди. Ой, я так их не люблю. Просто пахнут конфетами, как так может быть. Кто его ест, кто его любит. И вот есть виноград. Дамские пальчики. И клубника. 1,49. Кокосовые орехи. 2,49. Зеленый кокос. Я снимала на Флориде. Нужно снять эту кожуру. Зеленый кокос. Jackfruit. Доллар 49. ЛБ. А ну подними его. Покой он, Юр. Тяжелый. Я видела в магазине, он 500 долларов стоит. А ну завесим его. А взвесим его. Да, сейчас посмотрим, сколько будет стоить Jackfruit. О, больше чем 10. 21 ЛБ, 10 килограмм. 20 килограмм? 21 ЛБ. 10 килограмм летит. И стоит 1,49. Я и говорила, в магазине он и стоит в китайских магазинах, он стоит 50 долларов. Так, что у нас? Папайя. Алоэ, листья. Полкилограмма, доллар 19. Плинтейн. Это бананы, но они как овощи идут. Кокос уже очищенный. Тайский кокос. Кьюава, 3,19. Юра, набирайте, она вкусная. Пинк Кьюава, если возьми, есть несколько пинк. Вот здесь пинк, она будет розовая в серединке. Сейчас я вам покажу ее. Она не розовая. Тайская Кьюава. И ланчи. Ну а чего только нету. Ну и, конечно, Рамбутан. Запробовали эти каштанчики. Что есть? Юмс, 2,99. Драгон Крут. Четыре, как в магазине, цены как в магазине. И желтый Драгон Крут. И азиатские груши. Киви. Два маленьких киви, 1 доллар. Авокадо, 1,49. И повар гранат. Доллар 49. Манго, 99 центов. Юра нюхает клубнику. Пахнет? Нужно нам граната взять. Возьмем 5 гранатов. Или 6 даже. Но зато здесь, как на рынке, можно попробовать любой фрукт и овощ. Один стоит, 2,49. Ну и, наконец-то, появилась хурма. Вот, что в Америке бывает только осенью, так это хурма. 2,29 полчеллажама. Набираем. Хурмы мы берем всегда очень много. Она только сезонная. Я люблю вот такую. А Юра с Артемой любят как мандаринки. Она может стоять около месяца в холодильнике. Ну и что здесь? Смотрите, какое цветное разнообразие. Желейки. Орехи. Сушеные овощи, фрукты. Манго. Киви, ананас, банан. Укос. Ну и, конечно, орехи в шоколаде. Сколько стоит? 4,19 коробка такая стоит. Покажи, сколько курмы набрали. Набрали мешочек курмы. Идем за яблоками. Мы, в принципе, приехали за яблоками. Смотрите. Какая у нас уже тележка полная. Нет, просто не нужно больше набирать нам. Коробка фигов 12 долларов. Говорит Юра, пускай фигу видит. Не хочет. А я люблю их. Возьмем, Юр. Яблоки в карамели. Груши. Ой, смотри, какие классные. Как домашние. Доллар 49. Ну и разные дыни. Дыни не будем брать. Правда, Юр? Уже лето закончилось. Все. У нас сезон осенних фруктов. Поставили по скидке. Голден. Золотую дыню. 2,99. Нет, все-таки одну вадим. Ой, возьмем одну. Как я не брать. Вот Юра удивится, как увидит дыню. Он уже увидел. Дыньку бы заладу. Смотрите, какие красивые для мусора корзины. Как бочка. Видите, как красиво дырла. А мы поехали дальше. Мы приехали за яблоками. Ну, наверное, еще апельсином нужно пакет взять. А яблоки 5,99. Стоит мешок на 10 лб. Конечно, дичь обидеть. Берем голден. Как Антоновка, золотые. Обязательно берем. Два возьму мешка этих. А ложить-то некуда. Лимончики. 2,49 пакетик. Нужно будет набрать. 99 апельсины стоит. Один апельсин. Панела. Доллар 99. Мы уже берем вторую телеску. И первый мешочек. Берем два мешка. Желтый яблок и мешок красных. Будем мочить. Да, будем мочить их. Яблоки эти. С капустой вместе. Будем мочить. Красненькие выберем. Вот с той стороны тоже есть. Любые. Можем запечь их. Это у нас все голден, да? Да. Это у нас голден. Макинтож есть? А, макинтож смотри, как в магазине. Они сейчас доллары встадут. Возьми два пакета. Ну, хоть яблоки дешевле, чем в магазине. А остальные фрукты и овощи не очень. Похожи, похожи. Они есть разные. Чем людям нравится эта рандажа? Ты можешь попробовать. Некоторые приходят просто поесть. Финики. Коробка стоит 12,99. А в пакете 7,49. И даже есть канадская мука, которую мы любим. 4,99. Также можно купить мед. Все, что вам нужно. Любые продукты. 23 доллара. Такая баночка. 2 доллара. Фасоль. Доллар 99. Хлебушек. Все здесь. Также еда разных стран есть. Макароны. Закрутки. Специи. Хлебушек вкусный арабский. Здесь. Булочки. Лаваш. Возьмем лаваш. Кроме этого, здесь молоко, сметана. Соки, продукты разные. Арабская сметана, йогурт, фета-чиз. 5,99. Нутелла. Пахнет из нее. Сколько Нутелла здесь стоит? 5 долларов. Ну и хлорки очень много. Которая пахнет лавандой. Уксус, растительное масло. Оливковые. 6,49. Чипсы. 3,99. Домашние. Тортила. Пита. Пита. Так, смотрим, сколько тут у нас. 1,50, 1,70. 1,50, 1,70. 100-100 долларов. Ничего так съездили на рандазы. На рынок. Приценились. Купили подешевле, но зато две тележки. 151 доллар 17 центов. Ну, поехали, Юр. Теперь будем квасить капусту и мочить яблоки. Если у вас так потратим, я сам квасить начну. Так. А мешок лука сколько стоит? Мне кто-то заказал, наверное. Ну, и арахис стоит. Доллар 79. Здесь сразу такая машинка, которая сушит. Очищает. Оставил. Я думала, возьмешь две тележки, а Юра оставил одну. Вот какой внимательный муж. Пять лет не были, наверное, не заедем еще долго сюда. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, какие цены у вас. Едем домой. Рандаза от нашего дома очень далеко. На весь наш штат Мичеллен только три рандаза таких. Джеймси порыслив. Но мы покупочки у кого-то или просто будет стоять. И Кадиллак еще, да? Белый, Джеймси. А мы домой квасить капусту. И мочи яблоки. Эх, капусточка зеленая. Одна пришла в казинку, другая из каширка. Точно. В кассу. Да. Как ты, Юра, сам меня хорошо поешь. Ты у меня такой поэт, прям, я не знаю. Да. Даже никто из наших зрителей не знает, что Юра играет на гитаре. Греби, баблоу. Всем на благо. И покорил мое сердце, когда мне играл на гитаре. Я прям, вот мечтала, чтобы мой... Я уже 20 лет не играю в дневнойских пацанах живешь. Каких 20 лет? Ты уже последние просто два года не играешь. Порвалась первая страна. А на шестой Каня дотягивается. Ты шестой. Переехали? Да, приехали. Трафики, конечно. Мы уже дома. Разгрузили машину. К Юре заехал друг, Азиз. Они делают обзор машины. Смотрят. Азиз купил новую машину. И они присматриваются. Юра ищет машину. Нам нужна машина посильнее, чтобы лодку тянуть. А у нас, как всегда, деревенские хлопоты. Всем пока-пока. До новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok